Добрый день! В эфире Ирявунг ТВ. У нас в гостях координатор движения возрождающийся Арцах Анастас Исраилян. Уже запланировано было о сдаче Арцаха, где непосредственно, я всегда говорил, виновник номер один является сегодняшний руководитель армейнита. И он в ответе, пройдет 10 лет, пройдет 10 месяцев, народ не простит его. Ни Арцахца, ни армянский народ его не простит. Постоянно, то есть, непосредственно он, его команда ниночной власти, постоянно винят Россию, где-то там западных каких-то этих самых, еще раз говорю, не только не они. Ну вы же гарант безопасности Арцаха, вы являлись же непосредственно. Что вы делали для этого? Какие попытки были для этого сделаны? Столько бед, столько трагедий, как бы, да? То есть, ну кто вы такие, что вот такой судьбоносный исторический момент берете на себя и решение, правильное решение или правильный подход считаете, что это вы. А я считаю, а мы считаем, Арцахский народ, что это не вы. Вы дееспособны, вы безалаберны, вы неответственны. А это не значится, что вопрос таким образом должно решаться. Это вы не могли решать этот вопрос. Ты пришел ко власти. У нас вопрос возникает, каким целем пришел, кто тебя привел и для чего привел. Вот мы сейчас хотим этот вопрос. Отвечайте на этот вопрос. Добрый день, господин Исраэлян. Спасибо, что приняли наше приглашение и пришли в нашу студию. Господин Исраэлян, сегодня 2 сентября. Это день независимости Арцаха, как мы все знаем. Как вы видите дальнейшее развитие Арцахского вопроса в этой сложной ситуации, которая сложилась последние несколько лет? Спасибо за приглашение, спасибо за вопрос. Сегодня, да, 2 число, 2 сентября, день независимости Нагорно-Карабахской республики, который своим пройденным этапом, который всеармянским усилиями, то есть население Арцаха, население как бы арабахских армян, в 1991 году, то есть они заслужены, как бы, скажем, имея, то есть свое коренное, как бы, жизнь, жительство в этом регионе, и закрепили эту дату как независимый, как бы, скажем, как и все остальные люди, все остальные нации, которые имеют право, как бы, в этом, скажем, не конкретно регионе, а вообще как нации, как бы, скажем, то есть возгласить свое независимость. При том, этот период времени был очень тяжелый, почему? Потому что там, начиная развал Советского Союза, то время, когда уже каждая нация, каждая страна, каждая республика согласил свою независимость. Но нам эта независимость, для нас, она, как бы, очень дорого обошлась. Поэтому сегодняшняя дата, она такая, значимая дата. Сегодняшняя дата, она имеет очень большое значение для всего армянства. Да, по сложившейся ситуации мы сегодня не можем отмечать эту дату на родине, как бы, но это не вина, скажем, наша, это не вина народа, потому что народ делал все, что народ расплатился всеми, скажем, усилиями, всеми, скажем, своими возможностями, чтобы закрепить Арцах, Армянский и Нагорно-Карабахская республика, так скажем-то. Что могу сказать? Сегодня она, как бы, эта дата. Да, я хочу, чтобы арцахский народ, арцахские армяне не сильно, как бы, скажем, расстраивались. Да, событие произошло, трагические события, которые до сих пор мы не можем понять, как бы, как такое возможно, что было-то, потому что мы рассчитывали все-таки надежду в руководстве, там, скажем, Арцаха, в руководстве Армении, который является гарантом безопасности Арцаха, как бы, да. Но в итоге получился, что все эти моменты мы, как бы, неправильно расценили. Потому что те люди, которые в тот момент, в то время находились у власти, это не те люди, которые могли бы обеспечить будущее Арцаха, Арцахской республики и народа Арцаха, который там живет. Вот этим воспользоваясь, скажем, враг, то есть использовал, воспользоваясь вот этой ситуацией, достигла своих целей, скажем. Но цели это, я не считаю, что это было односторонном порядке, потому что такие вопросы, как сложился тот период времени после прихода власти, нынешней власти, которая сегодняшний день есть, я считаю, что это было согласовано, я считаю, что это было власти Армении, ну и частично, то есть руководители власти Нагорного Карабаха, потому что это было совместно, считаю, что запланировано совместно, как бы, у сдачи Арцаха. Мы, я вообще человек такой, я даже сложившись в этой ситуации, я всегда буду говорить правду и всегда буду сказать искренне, в том смысле, что мы потеряли Родину, нам что еще терять-то? Нам терять больше нечего. Мы потеряли близких, родных, мы потеряли, скажем, то святой Арцах, в которой она была гордостью для всех армян, как за рубежом, там, как бы, скажем, так и здесь как-то, да. Поэтому я считаю, что в этом вопросе, когда люди ходят еще безнаказанно, для меня это немножко вопрос к обществу, армянскому обществу. Куда мы смотрим? Как мы можем не понимать, что произошло? Как мы можем не выявлять виновных, кто в этом трагическом, как бы, обстоятельствах вел себя предательский, как бы, скажем, да. То есть, поэтому мы, эта дата для нас, для арцарцев, она является особенным, таким, значимым датам, и мы ни в коем случае, верой и надеждой, в нас еще, как бы, она есть и будет, возвращение, то есть, Арцаха, то есть, жить в своих коренных, как бы, коренной земле, родине, как бы. Поэтому... По этому поводу Пашинян назвал нереалистичным возвращение карабахских армян в родные дома, в той логике, в которой это видят, формулируют некоторые бывшие чиновники Нагорного Карабаха, в связи с этим, вот, как вы видите, возвращение армян. Да, я возвращение армян Нагорного Карабаха, арцахцев, обратно, я пока вижу здесь причину, проблемы в нынешней власти Армении, потому что человек, который сдал Арцах, продал Арцах, как он может на сегодняшний день, то есть, сформировать какой-то, как бы, план, или, там, какие-то переговоры, обратно, возвращение, как бы, арцахцев на свою коренную родину, если он считает это не армянский, если он дословно согласовывает это все с властью Азербайджана, скажем такое, то есть, здесь получается, что мы здесь ведем двойной борьбу, скажем, и против власти нынешней власти, и против врага, который нас, там, как бы, то есть, ставил на пути, как бы, геноцида, то есть, изгнали все до единого народа, то есть, детей из Нагорного Карабаха. И вообще, он из той категории людей, которая говорит обо всем, кроме о себе, винит всех, кроме себя. Вот по поводу вины, он как раз сказал на последней своей пресс-конференции, что, как бы, не он подписал указ о распуске республики Нагорно-Карабахской, и, как бы, напомнил бывшим чиновникам арцахским, что они экстренно покинули Карабах. Как вы считаете, вообще, вот, то, что произошел исход армян из Карабаха, правильно ли было это тогда? И вот то, что Пашинян говорит, что не он подписал указ, и, как бы, вину стрелки переводит от себя. Давайте мы немножко, чуть назад, как бы, пройдемся. Вот, пап, я же там находился, я же все это видел, я был свидетелем, я прошел этот ад. То есть, за весь период времени, начиная, то есть, скажем, возьмем даже промежуток времени блокады, когда народ находился, как бы, вот и тяжелая ситуация, народ это пережил, народ готов был бороться, народ знал, за что бороться. Да, ну, мы ждали, что здесь сформируется более правильный подход, более правильное, как бы, видение дальнейшей, как бы, жизни арцахцев, скажем, да. Но когда он уже дословно озвучил, что это территориальная целостность Азербайджана, то есть, в связи с чем я еще тогда там определенное мероприятие организовал, что надо озвучить, ответить, а надо, как бы, остановить этот процесс, который его направление, то, что он ведет, к чему ведет нас. И первое время, когда он озвучил, вот, то, что Нагорный Карабах, то есть, арцах, это является территориальной целостностью Азербайджана, это практически нас, он перевел в правовое поле врага, скажем так, дал возможность врага уже делать все то, что, как бы, считается он нужным. Типа так называемый конституционный порядок вести, там, и так далее, далее. Но какой конституционный порядок? 30 с лишним лет Арцах жил независимо. Целое поколение, поколение пожил в этой Арцахе уже как гражданин Нагорно-Карабахской республики, как бы, скажем такой. Целое мировое сообщество, мировые лидеры, мировые разные организации, то есть, они постоянно этот вопрос, она, как бы, изучался, постоянно этот вопрос поднимался, как дипломатическим путем, как без всякого, как бы, войны решить вопрос, как бы, вот этого территории, скажем такой. Если бы Алиев 30 с лишним лет правовой не мог решить вопрос мировых, там, скажем, разных саммитах, разных встречах, то есть, вот, он уже пошел на силовое решение-то. Все эти возможности, весь этот путь предоставил нынешней власть Армениям. Никто право не дал, то есть, Никола Пашиняна, которым я сейчас называю Никол Гейдари, потому что это тандем совместный у них, как бы, да, то есть, говорит за Арцахское население, за Арцаха, как бы, если он иногда говорит за мандат, который он не получил от Арцаха, не имеет права за них, а за кулисами или в открытых этих самых, там, он такими громкими заявлениями, то есть, как бы, выражается. То есть, вот, это все дал повод, накопился, 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 дал повод Алиеву, чтобы окончательно он пошел на военным путем, да. А то время, когда Арцахское руководство вам это все об этом знал, об этом в курсе был, что происходит, если так будет продолжаться, к чему приведет эта ситуация, и промолчали-то, я вот их здесь тоже виню, потому что, если то время, то есть, было, как бы, уже, противо, скажем, противостоять вот этому процессу, как бы, осуждать эти мысли, выражения-то, и, я думаю, тот период времени, то есть, мы могли бы, успели бы создавать какой-то там, скажем, народное восстание или что-то, что-то за права, за, то есть, наше, как бы, коренное, скажем, право, которое веками, то есть, идет для того, того, чтобы закрепить эти моменты, нам не дали эту возможность, нам постоянно это, скажем, какими-то словами сказали, что процесс, она еще не закончена, то есть, мы еще, нам надо терпеть, нам надо это все, как бы, пережить, как бы, народ это все сделал, народ мало того, что сделал, они свои, как бы, близкими и родными пожертвовали-то, там вопрос такой, не стоит только, это же не какой-то там социальный вопрос, или какой-то, то есть, это, это значимое, это люди одним днем взять это все, оставить свои родные дома, мало того, что оставить еще такими трагическими событиями, еще такими унизительными, как бы, это, поэтому, я считаю, что консолидации не было между руководством Армении и Арцахского руководства, и еще не те руководители вообще руководили-то, те люди, которые тот сложный период времени были у власти, это не те способные люди, которым могли бы, как бы, достойно сохранить, скажем, статус Арцаха, республика Арцаха, и вообще гарантировать, то есть, население в безопасных этих самых, там, то есть, жизни-то, поэтому здесь народ, у нас очень много вопросов есть и ко всем остальным, кто был в этот период времени руководящих ответственных постах, скажем, и те, которые сегодняшний день иночной власти Армении, которые являются основным провокатором, основным, как бы, манипулятором, так скажем, да, которое привело к этому всему, но я здесь считаю, что наивным не надо, как бы, подойти к этому, здесь определенно уже запланировано был о сдаче Арцаха, где непосредственно, я всегда говорил, виновник номер один является сегодняшний руководитель армейнита, и он в ответе, пройдет 10 лет, пройдет 10 месяцев, народ не простит его, ни арцахца, ни армянский народ его не простит, я говорю, это сейчас так сложно, немножко давит там, как-то кто-то что-то, что-то говорит, но придут времена, ничего, то есть я думаю, что настанет то время, каждый ответит будет за свое задеянное. Движение «Сильная Армения» с Россией предлагало парламенту Арцаха обратиться к России с тем, чтобы Россия взяла под протекторат Арцаха, в этом случае была бы у Арцаха другая судьба? Тот момент, который вот, вы знаете, там ситуация была такая, если после 20-го года войны, 44-го, то есть четвергневной войны, если мы выбрали бы одно направление, если мы выбрали бы одно, скажем, программу, то есть дорожную карту, то считаю, что сегодняшний Арцах не был в таком положении, или ситуация вопроса-вопроса сложившаяся, не так был, как сейчас. Почему? Потому что вот винят постоянно, то есть, ну, непосредственно он, как бы, скажем, его команда, неначная власть, и постоянно винят, там, Россию, скажем, то есть, вот где-то там, западных каких-то этих самых, там, еще раз говорю, не только не они, как бы, да, ну, вы же гарант безопасности, да, Арцаха, вы являлись же, непосредственно, что вы делали для этого? Какие попытки были для этого сделаны? Какая программа была для этого, то есть, предложена, что выход ситуации, данным ситуацией, то есть, вот, могло бы, как бы, по другой сценарий, как бы, сыграть, да, не было никакого, потому что это был планированный, то есть, подход, планированный с их стороны, запланированный, взаимодействием с властью Азербайджана, и с некоторым зарубежным центром, которым, которым руководят, как бы, мы это обо всем знаем, как бы, там, от его слова это все выразился, мы знаем, что он, ну, не тот человек, который себя представляет, да, то есть, поэтому здесь, вот, российский формат, она сработала бы, российский формат сработала бы, я просто, сейчас уже, некоторые детали, как бы, могу, так, вы, то есть, высказывать, скажем, да, а период времени, там даже сработал, программа соотечественники, которые, как бы, достаточно, в Арцахе жили русскоязычное население, ведь больше, сколько там, восьми или десяти тысяч, то есть, российских, как бы, скажем, русских жили в Арцахе, как бы, они же тоже стали жертвой, скажем, этого всего, поэтому, российской стороны, было несколько предложений, которые первое время, значит, с руководством Арцаха, она была обговорена, она как-то даже имел какой-то, то есть, дальнейший, как бы, скажем, расклад, ну, здесь Арцахское руководство вел себя такой, ну, неправильно, скажем, потому что она была очень серьезно подавлена со стороны армянского руководства, потому что они постоянно их угрожали, то есть, ну, в дословном смысле, не говорю, угрожали, ну, каким-то, то есть, своими, как бы, влиянием-то угрожали, если там, в этот путь, то мы вот так с вами поступим, если в этот путь, то мы с вами вот так поступим, скажем такое, и практически они тоже жертвой стали вот этого, скажем, предательства, предателей нынешней власти, и в итоге вот этот разногласий, вот этот хаос, в итоге вот этот несостоявшийся, скажем, объединенные подходы к вопросу привели как бы вот таким сценарием-то. Потом уже, конечно, винить, как бы, скажем, Россию при данном, то ситуация уже когда несколько дней или там пару месяцев как бы сложишься ситуацию, я считаю, что это необоснованно. Здесь если виним, то надо всех винить, и конкретными фактами винить надо. Не детально как бы там стреляли, там убегали или то, нет, конкретным подходом, потому что это очень серьезный вопрос, это регионального характера вопрос был. Если она была не такой как бы серьезной, а почему весь мировой лидер, мировое сообщество так заинтересовано были в этом вопросе втянуто, при том здесь не интересы арцарского народа или Карабаха там учитывали, а свои интересы в этом вопросе, в этом регионе, кто будет иметь большое значение. Такого не бывает-то. Если первоначально было согласовано, то есть подписаны бумаги как бы определенные, то надо было на этом направлении работать. Подписывают три лидера, а обсуждают вопрос в Европе, в каких-то площадках. Как такое может быть-то? Пускай европейские страны в то время присутствовали-то, сколько мы во время войны-то обратились, скажем такое, кто откликнулся, кроме словарных, скажем такое. Речи, что непосредственно остановить, непосредственно там сидеть в стол переговоров. А кто его слышал-то? Почему об этом не говорим-то? Европа, Америка, там постоянно говорим, они хотят этого, того, другого-то. В то время почему не откликнулся никто конкретными действиями, конкретными шагами? А сегодняшний день мы берем, детально начинаем. Там пришли, туда фуру привезли кушать, там какой-то продукты. Туда там госсекретар, там что-то европейский, это самое, там лидера так озвучили. И кто его слушал? Притом этот ответ всегда Алиев им отвечал на это. Постоянно игнорировал, постоянно, практически ни одно слово, никаких этих, не взял как бы, то есть как авторитет на какой-то подход. И за этот период времени, когда войну остановили, то есть там несколько попыток было эту войну же остановить-то. Кто помешал или кто не дал, чтобы немножко пораньше остановить эту войну-то? Предложения были, обсуждений было за этот период времени-то. Если вы помните, даже руководитель, так называемый, Пашинян, несколько раз отказался от этих предложений. Нет, мы будем воевать, идти до конца. А до какого конца мы вот сейчас только понимаем, про какой конец он говорил-то, который не нам, это во благо-то, о его же планах, о его же как бы, то есть видении дальнейшая судьба Нагорного Карабаха-то. Вопрос это сейчас возникает, но после чего, после каких утрат, после столько бед, столько трагедий как бы, да? То есть, ну кто вы такие, что вот такой судьбоносный исторический момент берете на себя и решение, правильное решение или правильный подход считаете, что это вы. А я считаю, а мы считаем, арцахский народ, что это не вы. Вы дееспособны, вы безалаберны, вы неответственны. А это не значит, что вопрос таким образом должно решаться. Это вы не могли решать этот вопрос. Поэтому надо было, если вы не тянете, не можете как бы уйти в сторону, уйти в сторону, потому что это болезненный вопрос, нельзя так подойти к вопросу-то. Когда говорим предатель-предатель, все как бы это самое, там еще на этом разных сторон как бы, то есть даже стороны власти, то есть предателем считая все. Как может быть предателем все? Руководитель страны – это ответственный человек за народ, за, как говорят, за страну. Кроме него все виноваты как бы. Поэтому вот в том вопросе, когда вы говорите, что он говорит, арцахское руководство подписало эту бумагу, там или они как бы это самое там, да вы уже блюдце принесли это все, подали Алиеву, а потом говорите, это же как можно таким циничным, вот понимаешь, вот даже удивляемся, то, что это же твой народ же, это же то же самое народ же. Это мы же один кровь-то как бы этот. Арцах всегда был армянский. Я же ему должен сказать, или не другая, история же есть же. Пройденный Арцах всегда жили армяне. Арцах – это исконно армянская земля, святая земля Арцах-то. Никогда, ни в одно время Арцах не остался без армян, как бы скажем. А при вашей же власти, при вашей же подходе, вот мы сегодня вот без дома, без Родины. Ну, по поводу переписания истории, мы видим, что вот был скандал буквально недавно, что в учебнике истории для восьмого класса в школе по поводу того, когда вот Армения была освобождена от иго перцев, там было написано «Аннексия Армении». Вот как вы уже отметили, что вот Арцах всегда был исторически армянской территорией, мы видим, что вот сегодняшние власти, они всячески переписывают историю, перебирают факты, и вот это тоже один из последних таких вот ярких примеров. Но возвращаясь вот к теме Арцаха, Алиев продолжает выдвигать требования к руководству Армении. Одно из требований – это, значит, принятие новой конституции, и уже мы знаем, что в 27-м году будет референдум о принятии новой конституции. Также Алиев выдвигает требования о необходимости распуска Минской группы ОБСЕ. Вот как вы относитесь к вопросу, ну, во-первых, Конституции, что нужно убрать вопрос Арцаха из Конституции, и вот вопрос Минской группы, насколько она продолжает оставаться актуальной, или она уже потеряла актуальность, на ваш взгляд? Смотрите, то, что говорит Алиев, то, что делает то, чего достигнуть в тех, скажем, планах, которые они давно его как бы прописали, скажем, да. То есть, вот подход такой, что он говорит про Конституцию, что он говорит про дальнейшие вот эти самые действия, то есть армянские власти, чтобы как бы типа прийти к мировому соглашению, то, вы знаете, мировое соглашение, мировой договор будет тогда, когда не станет Армении. Это цель Азербайджана. Армении нет, мир есть. Это для них такое как бы. И здесь то же самое из корня полностью, то есть, исчерпать арцахский вопрос, это он до самых, то есть, корней хочет это все как бы по его как бы подходам, по их как бы планам полностью исчерпать этот вопрос. Это нужен, то есть, везде, где слово Арцах, везде, где закреплено прав Арцаха, население Арцаха, народа Арцаха. То есть, они полностью пытаются, то есть, со всеми разными подходами это исчерпать, скажем такое, делать. Почему это делает? Почему сейчас именно это делает? Потому что, ну, как бы считать, что нынешняя власть является, как бы сегодня, той власти, которая трусливой, так скажем. Это не облик армян, это не облик человека армянина, потому что в конкретных вопросах исторических, то есть, таких моментах, нам такой руководитель, он дееспособный. Он не способный, то есть, ничего подобного. Он даже элементарно ответить не может на подобные вот эти высказывания, которые со стороны Азербайджана часто, очень часто, в его адрес даже конкретно озвучивает. Мы имеем дело такого, знаете, вот регионального характера. Здесь вопрос решается не только Арцаха, здесь вопрос решается уже региональным в этом регионе. Там больше влияния, больше лидерства, кто за этот период времени может достигнуть, скажем такое. Даже если заметили, в последнее время все встречи региональных руководителей проходят без руководства Армении, потому что Армения Арцахом был Армения, был силен Арцахом. Арцах – это являлся карт-бланш для Армении во всех мировых площадках, во всех везде, потому что региональный вопрос не конкретно Арцаху был связан, а регионе, вот кто, чего, как бы. В то время победа была за нашей стороной, поэтому как-то мы могли постоянно диктовать, постоянно какие-то, то есть, вокруг каких-то вопросов осуждать или встречи обсуждать, как дальше решение вопроса. Алиев тогда не согласился, правильно? Каким-то образом хитрил, или где-то в коррупционном характере подкупил, и так далее, и так далее. То есть, тянул, тянул, тянул время до той периода времени, когда он уже силовым способом решил вопрос решать такого, в таком характере, такого. Ну, хотя и тогда мы могли бы победить, могли бы простоять, устоять, если у нас руководство, то есть Армении во главе и в Карабахе были достойные ребята, были достойно преданные руководители-то. Человек, который свою руку ставит на Конституцию, дает клятву, Конституция – это как Библия. Если руку ставишь на Конституцию, даешь клятву, ты должен каждый шаг, в каждом вопросе, в каждом что-то, если даже дойдет до момента, даже себя пожертвовать. То есть, ради Родины, ради всего, как бы, во благо своего народа, как бы. Ну, для этих людей, я как понял, и Конституция могут, то есть, вот, в принципе, поменять, сменять, как бы, и дальнейшая судьба, и вообще для них сегодняшний день является основным свои, как бы, выгоды, свои, как бы, скажем, интересы только вокруг своего понимания. Не национального характера, не исторического характера, а своего понимания. А это люди только, знаете, как в народе, это спекулянты, это подонки, это тот категорий людей, которые только во себе во благо, это мошенники, которым им без разницы, за это кому плохо будет, или за это кому достанется какое-то горе, они за счет этого, то есть, во себе во благо решают вопросы, подходят к этому. Поэтому у нас руководство одни спекулянты и негодяи, и мошенники. Вот результат всего, потеря Арцаха, вот, и сегодняшняя, сложив ситуацию с Арменией, приграничные, там еще более сложные вопросы, то есть, регионального характера, то есть, вопрос решаться никакого характера, во благо Армении не будет, пока нынешняя власть сидят вот такие люди, как бы этот. Здесь, в данный момент, от на что зависит? Связано с Конституцией, которая пытается что-то изменить, пытается оттуда снимать пункт, или какой-то этот, связанный с Арцахом, и дальнейшие вообще, все антиармянские действия, скажем, нам противостоять этому надо. Нам надо бороться с этим злом, это зло, надо с этим злом бороться, чтобы хотя бы тянуть время, чтобы это не произошло, дождаться до каких-то нормальных времен, что все-таки какой-то смена власти, какие-то другие здравомышленные люди придут к власти, и тогда уже вопрос, можем уже с другой стороны подойти, потому что у нас столько соглашений есть, где присутствовали и мировые лидеры, у нас столько есть подписанных бумаг, которые присутствовали, то есть произошли как бы регионального характера, то есть присутствовали, подпись стоят у таких серьезных организаций, людей, почему эти вопросы не приподнимают, почему эти вопросы, эти договора не озвучивают-то, а только Алиев говорит так, он отвечает, то есть мы ему, тут постоянно мир, мир, какой мир, о каком мире речь идет-то, столько у нас ребят погибли для того, чтобы какой-то, скажем, мерзавец пришел и своим видением вопрос решил, ты не можешь решать, уйди, иди, вообще уходи, это же исторические моменты, мы сегодня очень такой значимый, еще раз говорю, вот эти сегодняшние времена, как решиться, это на долго, на долго период времени это будет, то есть на нас висеть вот это все, это еще дальнейший кто-то, власть же не вечно же, приходящий, уходящий, следующий власть, которая придет, для них это будет такой серьезный, как бы вопрос, дальнейший, вот это все, нормализация, это заново все, это представляете, какой объем-то это работа-то, взять со всеми союзниками, со всеми там странами, там как бы разрушить отношения, ненависть, то есть даже элементарно, вот на сегодняшний день, то есть кто что с ним как бы осуждал, или еще, он народный взгляд направляет к этому же страну, к этим же народу-то, то есть постоянно он народом манипулирует, постоянно обманывает, постоянно, то есть какой-то, то есть мошенническими ходами, выходами пытается спастись в свое, как бы, скажем, облик, то есть, но это не спасет ничего там, маленькая страна, мы знаем, что как-то, мы знаем каждый детально, что к чему как, во время интервью, ты его слушаешь, как на вопросы отвечает, связано с Арцахом, Арцахский народ, ему вопрос задает, что люди, очень много людей, за несколько месяцев, покинули страну, как бы, да, то есть вот, и он отвечает, смотрите, каким образом, что, ну, там больше вероятно, что они хотят, чтобы их сыновья, там, или этот, служили, как бы, в армии, вы представляете, какой абсурд, люди готовы были жить в Арцахе, жертвовать собой жизнь, только жить в своем доме, а этот негодяй говорит, что это самое, то есть, они уезжают, что это, потому что здесь, не хотят служить, как бы, скажем, в армии, и таких кучу примеров-то, вопрос задает, задает по поводу пленных, которые находятся в этом, в Баку, и, и смотри, от ответа, элементарно, вот, про Рубена Варданяна, он пример приводит, как он пришел, для чего пришел, и какими целями пришел-то, смотрите, какие ответы у него, а до приезда Рубена Варданяна, ты пришел к власти, у нас вопрос возникает, каким целям пришел, кто тебя привел, и для чего привел, вот мы сейчас, мы хотим этот самый, то есть вопрос, отвечайте на этот вопрос, а потом те люди, которые из вашего дела, из вашей работы проклятой, вот этот негодяйский, вот это предательский, которое пошло уже дело с дачи Арцаха, люди пришли хоть каким-то образом спасти его, один из них это я, я тоже долгое время жил, то есть за пределы Армении-то, в 20-м году, когда приехал, решил, принял решение переехать в Арцах, потому что я уже как Арцахец, считал, что я должен там находиться, это считается, что мы пришли, да потому что сложился так, это вы нам такую в Арцах делали-то, а до этого был совсем другой Арцах, я приехал туда, гопогостил, я приехал туда, благодворительством занимался, я приехал туда, людям помогали, мы чем, как говорится, остро нуждающимся в каких-то этих-то, а потом уже при вашем власти приходе, уже другая ситуация сложилась, кто это нам преподнес, эта ситуация, это же вы же в нынешней власть же. Еще были заявления со стороны Пашиняна, заявления не новые, но интересно ваше мнение, что бывшее правительство Арцаха представляет угрозу национальной безопасности Армении, или что по каким-то данным группа из Нагорной Карабахской республики собиралось взять власть в Армению, то есть вот какое-то опасение, с чем это связано, вот такие вот высказывания. Какой может угроза, национальная угроза, не национальная угроза, а его, для него эта угроза-то, потому что люди, те, которые по его вине покинули свои родные края, здесь мы ждем ответа. Один я, как гражданин как бы, то есть Арцахец, я пока этот ответ не получу, постоянно мы будем, то есть делать все, то, чтобы смена власти была, выборы были, то, чтобы ушли вот эти люди, которые нам причинили вот это, вот эта угроза для него, он считает-то. А просто он преподносит народу, населению, то есть обманутом как бы формате, то, что вот угроза для национальной безопасности. Про какой национальной безопасности речь идет? Арцаха нету. Арцаха нету. Приграничные, вот, Воскепарки, Ранс, это тоже Арцах-то? Дальнейшие действия, которые перед вами ставят, вопрос это, то есть для нормализации, скажем, региона как бы, это потери, это вот эта национальная, как говорится, угроза-то. Отвечай врагу, который тебе вот, то есть вот прямо как на ладони, вот что хочет, то и творит, скажем такое, да? Вот об этом говорите-то. Ну, управляется-то он с разных, скажем, центров. Так же заметно же, все слова, которые он говорит, это не его слова. Постоянно она больше соответствует мыслями, выражениям Алиева. Как только он что-то говорит, или чуть раньше он говорит об этом, или чуть раньше Алиев говорит об этом-то. И почему он в последнее время именно подчеркивает двухсторонние встречи, что более благополучно-то. Потому что уже созрел такой момент, что практически все, все, что было запланировано, она уже произошла. А здесь, чтобы закрепить это под чем-то, нам им надо, третьи люди не нужны, им надо двоем вот это, чтобы закрепили-то. Но это для нас не гарант. Это для нас не гарант безопасности, как бы на сегодняшний день-то. Мы же знаем планы, то есть врага какие-то. Мы же знаем планы, поддерживающие стран врага какие-то. Про какой Армении мы говорим-то? — Фашинян еще не принял решение по поводу участия в международном климатическом форуме, который должен состояться в Баку, КОП-29. Насколько, вот, я даже не знаю, как назвать, этично, чтобы представитель республики Армения принял бы в Баку, поехал бы в Баку в той ситуации, когда там находятся политические, военнопленные, как вот вы к этому относитесь, что все еще рассуждают на тему ехать или не ехать в Баку? — Смотрите, все, что еще раз говорю, нынешний власть преподносит сообществу, это все ложь. Он знает, уже принято решение, поедут или не поедут, решение принято. Дальнейшая судьба Армении уже и Арцаха тоже принято уже. Каким, что, чего должно быть. Просто моментами, в некоторых случаях, обстоятельствах, если вы слышите, азербайджанская сторона, важнейшие вопросы, элементарно, связаны с Конституцией, связаны с территориальной целостности Азербайджана, Армении. Азербайджанская сторона подчеркивает, что Пашинян попросил немножко времени подождать. Ну, некоторый раз такое выражение было, да. Когда вопрос был поставлен, что так, 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 оттуда мы, здесь он сам ничего не говорит, оттуда слышим мы ответа, что попросил дать немножко времени. Попросил дать, попросил дать немножко времени. Это, знаете, это постоянно изучает настроение общества, как реагирует. До этого пару выражений, пару мыслей об этом, то есть скидывает в общество, посмотрит, как реакция, то и потом уже после этого этапно уже решает, каким образом это все решит. Дорогие мои, человек, который пришел в 2018 году к власти, это было все запланировано. Я же не просто так сказал, вопрос к нему, для чего тебя привели, для каких целей, и для чего ты на сегодняшний день еще держишься у власти. Кому это выгодно? Мы за весь период времени с 2018 года, кроме трагедии, кроме каких-то, как бы скажем, бед, ничего Армения, и мы, тем более арцахцы, не видели и не получили-то. Тогда кому нужен такой руководитель? Для какой страны он нужен? Про какой Армении речь идет-то? Мы в сегодняшний день, даже не то, что вот в сегодняшнее время, а первым вопросом должно поставить смена власти. После смены власти у нас пойдет обратно процесс работы, которую она хоть малейшая, хоть сложно, тяжело, но во благо, скажем нам. Нынешняя власть, еще раз говорю, кроме бед, кроме трагедии, за весь период времени нам не преподнес, как бы скажем. Поэтому то, что он сегодня пойдет куда-то, поедет там или встречаться там, или не поедет, я считаю, нам не столько должно быть интересно. Мы должны противостоять, чтобы не дать дальнейшее развитие, реализация планов этих негодяев. я дословно говорю, то есть я не могу других слов подобрать. Почему? Потому что, еще раз говорю, по вине вот этого всего я потерял родину, я потерял близких, родных, я потерял самые ценные, за счет чего я, жизнь как бы для меня, она оказалась. То есть всегда похвастывали, всегда жили в таком раю. Арцах это, это не просто так же его назвали раем-то. Ну, ну как такое можно было? И еще, знаете, вот мы все знали, кто он. Мы все знали не первый год, кто он. Кто задействовал, кто, как говорится, его привел к власти. Кто помогал приход его к власти. Вот это тоже вопросы. Это не то, что конкретно про него речь идет. Это весь, вся вот этот план, вот эта схема, каким образом, это все для нас в ответе должно быть. Я лично буду до конца всегда бороться, чтобы все вот, вот эти, для населения преподнести истинную правду или максимально хотя бы стараться, чтобы народ знал. Народ должен знать героев своих и врагов своих. По-другому никак. А сейчас такое время, сейчас кто-то пытается что-то, его пытаются делать врагом. Его пытаются делать, ну, сами понимаете, придет время-то, мы в ответе перед всеми теми ребятами, которые нам дали ту жизнь, которую мы должны были передать будущей поколении. Если сегодня мы это не сделаем, будущей поколении нас таким же врагом будут называть, предателем, как вот нынешняя власть, которая, чьей вине все это было. Поэтому перед нами, на сегодняшний, лично передо мной стоит такая задача. Делать все возможное, хотя бы смягчить или хотя бы какие-то вопросы достигнуть, чтобы дальнейшая судьба, дальнейшая надежда возвращения Арцаха, возвращения Родины, она закрепилась, а не вымирала, как бы скажем. И оно будет. Уверяю вас, что оно будет. Потому что здесь находясь, это такой тяжелый период времени, еще раз говорю, ну, настанет времена, когда все это возродится, все это восстановится, закрепимся. Конечно, не то, что там одним днем пойдем, ну, это же все нормально понимают, что люди понимают, каким путем. Но у нас другой выхода нет. Или мы должны обратно идти, или мы потеряем все, что имеем уже. Будем надеяться, что народ, наши соотечественники сегодня прислушаются к вашим призывам и к тому, что вы рассказали, и что в дальнейшем уже будет какая-то смена в лучшую сторону развития более благоприятной для Арцаха. И спасибо, что пришли, и спасибо за интересный интервью. Да, и воспользуясь случаем, я хочу напоследок говорить вот важнейший вот, скажем, пару фраз, пару слов уже с теми силами адресовано теми людьми, которые на сегодняшний день пытаются как бы бороться против этого власти же, только консолидация поможет. Отдельные, отдельные силы, руководители или там определенные, как бы, скажем, личности ничего не удастся. Только консолидация поможет, чтобы бороться с этим злом и достигнуть цели. И я не просто так это слово, слова говорю, много общаюсь, много разных этих мероприятий, присутствую, я замечаю, что там тоже есть проблемы. Поэтому, если каждый из вас считает себя настоящим армянином, если каждый из вас реально, как говорится, болеет этим вопросом, который сегодня есть, я думаю, результатами мы увидим там. Спасибо вам большое за предложение. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok